В этом видео я расскажу о празднике Сатаны на 65-й церемонии Грэмми. 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 65-я церемония вручения премии Грэмми. В этом году главным триумфатором стала Бейонсе, которая получила сразу 4 статуэтки и звание самой титулованной исполнительницы в истории премии. Помимо нее в зале присутствовали мировые знаменитости и звезды Голливуда. Неудивительно, что мероприятие такого масштаба было переполнено известной символикой. Участники церемонии открыто отдавали дань своему рогатому хозяину, а их наряды больше напоминали костюмы для Хэллоуина. Символизм начинается с фотозоны, на фоне которой позировали номинанты Грэмми. Помимо изображений граммофона, вручаемых в качестве приза победителям конкурса, здесь можно было увидеть глаза, символизирующие всевидящее око. Самыми популярными цветами нарядов артистов на церемонии Грэмми стали черный и красный. Так, в образе Красной Королевы, стоящей во главе общества иллюминатов, появились сразу несколько знаменитостей. Среди них были Дилан Малвейни, Синге Ли и дочка Мадонны Лурдес Мария Чиконе. Одним из самых жутких был костюм британского певца Сэма Смита. Исполнитель открыто заявил, что выбрал для церемонии образ сатаны. Он появился на красной дорожке, валом плаще в пол, с объемным воротником и рукавами. Дополнил музыкант и без того странный образ шляпой, цилиндром, тростью и кружевной маской. Сопровождала Смита певица Ким Петрос, вместе с которой он получил награду за лучший поп-исполнение дуэтом или группой. Помимо нее в свиту входило еще шесть человек в жутких нарядах, среди которых были трансвеститы и трансгендеры. Что касается Сэма Смита и Ким Петрос, оба они продвигают идеи смены пола размытия гендера. Ким в прошлом была мужчиной, а Сэм заявляет, что является небинарной личностью и использует в отношении себя местоимение «они». Дьявольский образ выбрала и рэп-исполнительница Блэк Чайна, которая облачилась в костюм Люцифера. Певица надела черный боди с капюшоном и крыльями, полностью покрытый черными перьями. Американская исполнительница Доджи Кэт пришла на премию Грэмми в черном латексном платье и перчатках. Во время фотосессии она прищуривала один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока, а также высовывала язык, что дает отсылку к индуистской богине разрушения Кали. В черных платьях на церемонию Грэмми пришли бразильская певица Анита, Анджела Бенсон, Куин Латифа, Шерил Кроу, Джуди Коллинз, Шарлотта Лоуренс, Оливия Родриго и многие другие. Наряд хип-хоп певицы Карди Би был сделан таким образом, что половина ее лица все время оставалась прикрытой. Все это подчеркивало символизм всевидящего ока. Американская исполнительница, известная под псевдонимом Лизо, явилась на вручение премии в ярко-оранжевой накидке с длинным шлейфом, напоминающую монашескую рясу. На лбу у артистки красовалась прядь, сложенная в виде шестерки, что явно указывает на то, кому именно она служит. Вручение премии Грэмми проходило на двух сценах. На первой награждали победителей в основной категории, на второй во всех остальных категориях музыки. Открывала церемонию Грэмми председатель Национального попечительского совета Академии звукозаписи Тэмми Хёрт. Во время приветственной речи женщина сделала акцент на своей принадлежности к ЛГБТ и восторженно заявила о том, что теперь таким, как она, нет необходимости скрываться. Далее на сцену вышел один из ведущих церемонии, американский комик Рэнди Рейнбоу. Он также относится к представителям ЛГБТ, о чем не упускает случай лишний раз упомянуть. Представляя первых победителей Грэмми, Рэнди неоднократно складывал пальцы в жест трех шестерок. В глаза явно бросался огромный масонский перстень на правой руке шоумена. Вручив несколько наград, Рейнбоу передал слово американскому актеру Майлзу Фросту. Он поприветствовал зрителей жестом рога дьявола. На пальце Фроста также можно было увидеть масонский перстень. После награждения очередных номинантов на сцену вышла американская джазовая певица Самара Джой. Во время исполнения песни экран за спиной артистки подсвечивался в виде красных перевернутых пирамид и люстр со свечами, дающими отсылку к Люциферу. Представлять следующих победителей Грэмми вышла американская поэтесса Аманда Горман. В 2021 году она выступила со своим стихотворением на инаугурации президента Джо Байдена. Поднявшись на сцену, Аманда поприветствовала публику жестом рога дьявола. На поэтессе было надето черное платье, а ее шею украшал кулон в виде перевернутой пирамиды, символизирующей падение мира. После нее вскрывать конверты с именами новых обладателей Грэмми вышел Джимми Джем. Музыкант появился на сцене с руками, сложенными в перевернутую пирамиду. В номинации «Лучший рок исполнения» победила Брэнди Карлайл. Поднимаясь за наградой, певица показательно держала поднятую вверх руку, сложенную в жест рога дьявола. Этот же жест продемонстрировал вышедший за статуэткой Роберт Трухилья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова